Здравствуйте! Сразу я представлю наших гостей сегодня в студии Олег Домене, директор Центра стратегических исследований при президенте Республики Абхазия, и Алхаз Тхагушев, член Общественной Палаты. Еще я также хочу сообщить нашим зрителям, что Алхаз Тхагушев, он по поступившим сведениям из неофициальных источников, руководит группой, которая работает над предложениями в области реформирования существующей политической системы. Есть такое? Значит, правильные сведения. Ну, как вы знаете, конечно, в новостях прошедшей недели много было событий, и начавшийся суд по покушению на президента, и решение парламента о сохранении депутатской неприкосновенности депутата Квициния. И уже как-то эхом, такое, знаете, звучащая новость прошлой недели, это отставка секретаря Совбеза Станислава Лакоба, тема, остающаяся и вот сейчас наиболее обсуждаемым в обществе. Но мы будем говорить сейчас вот о том обращении, которое было принято депутатами парламента 1991-1996 года. И я сразу вот хотел бы начать с того, что в первой части этого обращения вы говорите, что уже, я цитирую, заметны попытки определенных политических кругов перевести споры, дискуссии, ведущиеся в обществе, в иную плоскость, в плоскость взаимных обвинений и противостояний. Валерий, если ты мне позволишь, это группа депутатов первого военного парламента написала, они все, естественно, депутаты. Это во-первых. И во-вторых, в этом обращении мы старались уйти от той риторики, эмоционально накаленной, субъективной риторики, в которой происходит обсуждение этих проблем сегодня в нашем обществе, мы сконцентрировали свое внимание вообще на то, каким образом можно и нужно выходить из этой ситуации. Конечно, в первую очередь, несомненно, нужно добиться того, чтобы решение парламента, принятое 18 сентября текущего года относительно паспортизации восточных районов Абхазии, значит, оно должно быть выполнено в срок и качественно, чтобы на самом деле не было никакой волокиты, не создавать и без того напряженности вокруг этой проблемы, потому что она достаточно теперь уже обществу ясна. нарушение действующего законодательства имело место, это налицо, и это должно быть, естественно, исправлено. И это не должно быть предметом спора, предметом дискуссии в нашем обществе. То есть здесь должна быть на самом деле поставлена точка. Вот к чему мы, собственно говоря, призываем парламент добиться этого. От парламента очень много здесь в данном случае зависит. Ну, главный посыл, который я увидел в этом соглашении, после вот нескольких дней каких-то взаимных обвинений, заявлений и так далее, которые говорится, это как раз призыв к тому, чтобы быть друг другом услышанными, и чтобы как-то уйти от этого явно конфронтационного, неконструктивного обмена мнениями, где, в принципе, не видно пространства для диалога, пространства для возможности вообще как-то услышать друг друга, людей, которые сейчас активно по этому вопросу полемизируют, представляющие власть, оппозицию, разные лагеря. Все же мы должны помнить, что мы живем в одной стране, и что какие-то решения, которые были приняты, нужно их обсуждать, нужно обсуждать какие-то механизмы. Я понимаю, там есть какого-то, наверняка есть пласт каких-то технических вопросов и так далее, но вот этот призыв на площадке парламента собрать такие слушания, такую вот возможность обмена мнениями по этой сложной и важной проблеме, все же, мне кажется, это здравый призыв, и надеюсь, что все, кому это обращение адресовано, соответствующим образом отреагирует, и мы увидим все же уже как бы выход из вот этой вот совершенно неконструктивной полемики, из череды целых этих заявлений, очень часто такого оскорбительного характера, все же выход в более конструктивное русло. Мы особенно вот обратили внимание на это заявление, потому что оно в меньшей, в самой меньшей степени носит какой-то эмоциональный характер и больше носит конструктивный характер. Мне кажется, что вот особенно во второй части, там, где идет разговор о системных изменениях, вот этот разговор, мне кажется, он достоин большего внимания, и мы сейчас об этом более подробно поговорим, потому что здесь предлагаются уже какие-то конкретно намеченные, обдуманные системные изменения. Я бы вот хотел с самого начала процитировать еще одну цитату из этого обращения, подтвердить, так сказать, вышесказанное. Значит, цитирую. Создать парламентскую колесию из представителей всех ветвей власти, экспертного сообщества, общественности для подготовки проекта предложений об изменениях и дополнениях 3, 4, 5, 6, 7 глав Конституции Республики Абхазия и рассмотреть их на заседание парламента на предмет принятия. Вот в прошлой нашей неделе, на прошлой неделе мы собирали здесь молодых экспертов. Мне кажется, что сейчас это очень важная тема, вот реформирование. И в первую очередь, конечно, бы хотелось, чтобы вы как-то оценили вот тот контекст, в котором мы сейчас существуем, и вообще эту вот ситуацию, почему именно вдруг вот эта востребованность так стала остро проявляться в нашем обществе, и уже многие по этому поводу озабочены и проявляют какую-то инициативу. Олег Местрович. Ну, я, прежде всего, хотел бы немножко дать историческую справку. Действующая Конституция была принята в 1994 году, сразу же после войны в октябре месяце 26, вернее, ноябре месяце 94 года. Тем, кто, может быть, уже успел позабыть, это было время, это был год, когда был принят известное заявление о всеобъемлющем урегулировании грузино-абхазского конфликта, подписанное в Москве в присутствии генерального секретаря ООН Бутерса-Бутерса-Гали и многих ведущих политиков Запада, России, Грузии, Абхазии. Да, это известное постановление, в котором, кстати говоря, очень важное положение в этом заявлении сформулировано о том, что Грузия и Абхазия имеют самостоятельно образовать свои собственные государства. Мы к этому времени, когда это заявление принималось, это было в апреле месяце 94 года, у нас была Конституция 1925 года, это была старая Конституция, Конституция СССР Абхазии. И эта Конституция никак не могла вообще служить правовым основанием нового государства. И потому нам нужно было в срочном порядке принять новую Конституцию, для того, чтобы вести диалог, полемику, переговоры с Западом, с внешним миром, не только с Грузией, с Россией и с другими странами. И потому нам нужно было принять новую Конституцию. Недостатки этой Конституции мы депутаты того парламента тоже чувствовали. Но для нас тогда важно было принять новую Конституцию. Это важно было. Без этого мы не могли никак двигаться и вести переговоры с внешним миром. И в тех условиях, естественно, Верховному Совету, тогда еще назывался он Верховным Советом, и нам пришлось расширить полномочия председателя Верховного Совета, потому что мы только что вышли из войны, но по существу в состоянии войны мы продолжали оставаться. Внешняя угроза над нами очень висела, очень сильно мы это ощущали, народ это ощущал. И потому, скажем, ограничить полномочия председателя мы никак на это идти не могли. Но мы и тогда говорили, что если наступит более-менее стабильный мир, эта Конституция может дать отрицательный эффект. В округе этого были и тогда тоже споры, но они, к чести, надо сказать, что эти споры велись, как вам сказать, достаточно корректно, предметно, конкретно, и взаимопонимание внутри Верховного Совета было достигнуто, что в такой форме, в таком формате эту Конституцию надо было принимать. И мы ее приняли. Надобность в такой Конституции и вот в таких полномочиях первого лица государства было и в последующее время. Мы в блокаде находились, и Грузия постоянно угрожала. Да и несколько таких краткосрочных военных конфликтов было. Да. Да. И потому как раз эти полномочия понадобились тогда. Но в последующее время, уже в начале 2000-х годов, внутриполитическая обстановка, социальное положение, все это требовало изменения. Все это упиралось в Конституции. И потому такая Конституция была тогда принята. Но после 2008 года, когда Абхазия была признана, уже, естественно, Конституции надо было менять. И мы с изменением Конституции серьезно запаздываем. То, что было создано, кстати говоря, и власти это осознавали, и НИЗИ это осознавали, и общественно-политические организации. Все понимали, что Конституцию надо менять. И вот мы на эти грабли постоянно наступаем все эти годы. Еще раз процитирую ваше обращение. Вместе с тем, обострившийся ныне политический кризис, как нельзя лучше, проявил всю пагубность, сохраняющейся у нас авторитарной формы государственного управления. Послевоенный опыт показывает необходимость пропорционального распределения функций государства между ветвями власти и осуществления ими взаимного контроля. С целью решения этой задачи вы считаете, что следует создать парламентскую комиссию в составе представителей всех ветвей власти, экспертного сообщества и общественности для подготовки проекта предложений об изменении и дополнении, вот я перечислял, 3, 4, 5, 6, 7 глав Конституции, рассмотреть их на заседание парламента Республики Адхазия на предмет принятия. Речь идет о перераспределении полномочий между ветвями власти. Нужно эти полномочия сбалансировать или пропорционально их распределить. Нельзя допускать монополии какой-либо отдельной ветви власти над другими, как это в настоящее время наблюдается. В нашем обществе на протяжении всего этого времени фактически один человек принимает решение. Это плохо. Значит, какой бы человек он не был, Бог или какой-то ангел спустится с неба, он должен не справиться с этими полномочиями. Правда, Абхазия маленькая страна, но это страна. Она несет вот такую же нагрузку, как и большая страна. Вот давайте к конкретности мы перейдем уже. Вы предлагаете расширить полномочия парламента? Несомненно. Сегодня у нас готовые схемы, готовых предложений нет. В настоящее время идет работа по подготовке этих предложений для обсуждения широкой общественностью. Это своего рода ваши предложения, которые в последующем будут обсуждаться, и, как вы уже говорили, для этого будут привлечены все здоровые силы, так сказать, нашего общества. Другое дело, что мы хотим побольше и поподробнее узнать о ваших предложениях. А конкретно, например, какими функциями будет обладать парламент и какими функциями будет обладать президент? Все это должно быть расписано. Президент должен быть наделен правом распуска парламента в случае невыполнения парламента своих конституционных полномочий. Если в парламенте возникает какой-то кризис, когда он не может принять закон, тогда, значит, президент вынужден в установленном законном порядке распустить этот парламент и объявить о новом выборе парламента. Но и парламент должен быть наделен правом об отречении президента при нарушении им конституционных норм и присяги. Значит, это не только балансирует полномочия президента и парламента, но это своеобразный механизм взаимоконтроля, когда ветви власти друг друга будут сдерживать. В конституции это заложено, но механизм вот этих взаимных сдержек и взаимного контроля, эти механизмы не расписаны, они должны быть расписаны. Я думаю, что мы должны в конечном итоге прийти, когда, скажем, тот же парламент может избирать президента. Самое главное это то, что должны быть приблизительно равная нагрузка на все ветви власти. И, конечно, тот крен, который сегодня есть, он у нас, вот он, то, о чем говорил Олег Нестерович, каждый раз, когда случается кризис, мы со всей очевидностью можем, вот есть понимание уже в обществе давно, что вот именно эта система нас подводит каждый раз вот к какой-то опасной черте. Это совершенно нехорошо. Что касается разных механизмов сдержек противовесов, я думаю, что здесь мы велосипед как бы изобретать не будем. Конечно, самое важное, может быть, в этой конструкции, это прежде всего усиление роли парламента. И то, что правительство фактически, как мы предполагаем, в нашей группе будет формироваться парламентским большинством. То есть это серьезнейшим образом усилит роль парламента. Это совершенно вот как бы иной расклад в том, что мы называем сегодня ветвями власти. Вот, конечно, конфигурация может быть разной. И, кстати говоря, я должен сказать, что, конечно, наша вот эта группа, она далеко не единственная. Вот недавно у вас в гостях были ребята, которые из фонда Инара небольшую работу провели. И я, насколько знаю, есть другие люди, которые тоже задумываются. То есть это тема, которая интересна и которой занимаются вот разные люди. Вот о чем говорил тоже Олег Нестерович о том, что фактически происходила эти годы, да, имитация процесса. Потому что вот те поправки, конституции и так далее, они конфигурацию совершенно не меняют. То есть здесь нужно понимать, что вот имитируя этот процесс, мы никаких проблем не решим. Или, например, можно услышать, что вот озвучены какие-то предложения, ну, были, по крайней мере, и нынешним президентом о том, чтобы сократить количество каких-то должностей. Это не решение вопроса, сокращение должностей мы не решим. Это не системный, конечно, подход. Да, мы должны понять, что, конечно, на сегодняшний день вся полнота власти находится в одних руках. И если уже завтра, например, мы представим, что премьер-министр, да, вот сегодня существующий пост, да, будет избираться парламентским большинством, конечно, это уже совершенно иная конфигурация. То есть у нас проблема в том, что главные выборы в стране – это президентские выборы, да. Как бы то ни было, да, парламент, люди ходят, голосуют и так далее, но парламент играет очень небольшую роль вот в формировании, в реальной политике, да, в принятии решений. Мы можем увидеть, как принимаются у нас бюджеты, мы можем увидеть, как контролируются, например, эти бюджеты. То есть много есть иллюстраций для того, чтобы показать, что, к сожалению, у нашего парламента полномочий недостаточно. Сейчас речь заходит о том, что, значит, парламент, он как бы будет выбирать президента. Правильно я понимаю? Ну, это один из возможных вариантов. Один из вариантов, да. С другой стороны, огромная ответственность ложится на сам парламент в этом смысле, на тех людей, которые будут туда избраны. Скажите, пожалуйста, вот каким образом вы соберете такой вот идеальный парламент, на какие ресурсы, собственно говоря, вот рассчитываете, и как гарантированно получить вот качественный парламент? Это сложный вопрос, сложнейший вопрос, я бы даже сказал бы, потому что у нас, к великому сожалению, таких очень солидных, влиятельных общественно-политических организаций, партий, институтов и так далее, к великому сожалению, мало. Их влияние незначительно. И должен сказать, что ни в одной из этих партий, как и у власти в обществе, нет вообще четко определенной, понятной, доступной, предложенной обществу, опробированной обществом программы. И нам трудно вообще, собственно говоря, оценить деятельность власти, деятельность той или иной партии. В этих условиях, конечно, сформировать профессиональный парламент. А профессиональным парламентом мы называем такой парламент, где собрались люди, которые бескорыстно готовы на высоком профессиональном уровне служить обществу, государству. Да, это там должны быть специалисты, юристы, экономисты, политологи, врачи, педагоги. Да, специалисты там должны быть. Там, кроме того, представительство всех этнических общин, ну, по крайней мере, наиболее крупных этнических общин должно быть обеспечено. Возрастной ценз, то есть все элементы, все критерии должны быть соблюдены. И, собственно говоря, критерии, по которым мы отбираем депутатов парламента, они тоже должны быть расписаны. И избиратель далеко не готов, он не знает. Он как вообще свой выбор делать? По своему субъективному предпочтению. Хороший парень, знакомый, родственник, близкий, сосед, сделал он мне хорошее дело, или там пообещал мост отремонтировать, или дорогу сделать, или какие-то игрушки школьникам дать, и так далее, и так далее. Мы ведь тоже избирались депутатами Верховного Совета. Мы ни копейки не тратили, да за нас никто и не тратил. Да я жил здесь, в городе Сухоми, избирался в городе Ткурчели. Значит, программа была, я был выдвинут Айтглера, люди знали, что это за организация. Да и никто тогда вообще в помине не знал о том, что кандидат в депутаты там голоса подкупал, или еще что-то такое, значит. Все это, значит, за последние 15-20 лет мы приобрели все это дело. Надо отходить от этого. А каким образом? Значит, нужно будет вообще существующим партиям, организациям как-то объединиться на базе национальных интересов. Кто разделяет на самом деле национальные интересы, они должны объединиться. Они должны, как вот тогда, значит, происходило в 91-м году, выдвинуть единний список наиболее перспективных, наиболее подходящих и готовых нести эту сложную миссию. Единний список. И предложить обществу. Я думаю, что теоретически это вырисовывается. И практически, я думаю, что такой подход, он понятен нашему обществу, потому что 91-й год это было совсем недавно. Значит, это где-то 20, чуть более 20 лет тому назад это происходило у нас. Но мы успели это забыть. А мы можем этот опыт использовать сегодня. У нас есть такие шансы. А что касается кандидатов в депутаты, о которых вы, Валерий, говорите, я что хочу сказать. В обществе такие люди есть. Но задача, проблема как раз состоит в том, чтобы как их туда привезти. Они-то не попадут. А задача как раз наша состоит в том, чтобы, то есть я имею в виду наша, не лично меня или Алхаса. Задача общества состоит в том, чтобы их привезти в парламент. Вот таких наиболее способных, молодых, там, скажем, специалистов и так далее, они у нас в нашем обществе есть. Алхас, скажи мне, как ты считаешь, все-таки есть у нас такой ресурс, чтобы сделать вот тот парламент, который в качественном смысле гораздо будет выше всех предыдущих? Ну, я не думаю, что в прошлых созывах или вот сейчас мы обсуждаем обращение первого нашего парламента, который называют еще золотым, что это был какой-то худший вариант. Не худший, но мы же к лучшему стремимся. Да, мы стремимся к лучшему, но здесь, мне кажется, самый главный момент, о котором мы должны помнить, что все же необходимо качественно поменять систему. То есть Олег Нестерович, безусловно, прав, когда говорит, что у нас еще как бы политические партии, вообще политическая система, она на стадии формирования. Конечно, это так. Но мне кажется, именно нынешний момент, о котором мы говорим, может быть, для того, чтобы осуществить какие-то реформы, серьезные преобразования, это может быть такая широкая коалиция, о которой, видимо, говорит Олег Нестерович, которая могла бы, как вот в предвоенное время, тоже форум фактически объединил очень многие на, ну, единым фронтом что-то и решал какие-то задачи вот того дня, они были самыми актуальными. Сейчас наша задача реформировать систему политическую и так далее, для того, чтобы идти вперед, потому что издержки очень серьезные, мы это все понимаем. Вот, но в принципе, мне кажется, именно развитие политических партий, возможность дать возможность избирателю видеть в дальнейшем, в будущем, как бы преемственность тех решений, которые есть, да, которые принимаются тем или иным парламентом, это и даст нам в дальнейшем какую-то стабильность и возможность более зрячо, более адекватно, что ли, оценивать те или иные силы. Так или иначе, к сожалению, я не вижу, чтобы такой широкий фронт существовал долгое время. То есть вот сейчас есть глобальная, серьезная задача для нашего общества таких реформ. То есть те люди, которые сегодня во власти, они точно так же в свое время эти же идеи, в общем-то, с этими идеями шли во власть и там сейчас находятся. То есть если поразмыслить так, то они, по большому счету, теоретически, они не должны быть противниками такой идеи. Но мы понимаем, что есть логика политической борьбы, понятное дело, что сложно всех совершенно собрать воедино. Но значительный большой пласт политической элиты, людей, представляющих общественные организации и так далее, все же согласен с тем, что нужно менять. То есть на этой волне действительно можно там продумать, я не знаю, как это будет сделано, вот некую широкую коалицию, которая приходит и меняет. Далее все же, я так понимаю, что, конечно, у всех будет несколько разное представление. Это нормально, кстати, для любой страны, чтобы было там несколько политических лагерей. Я не знаю, партиями это назовут или еще как-то там форумами, которые будут иметь свой проект национального развития и так далее. Но главное, чтобы сам принцип избирательной системы, да, если мы говорим о новом парламенте, я все же вижу, что либо это должна быть смешанная система, то есть должны появиться партийные списки и так далее, и какая-то часть, там, скажем, одна треть должна избираться вот по нынешней мажоритарности. То есть, возможно, это, да, более сбалансированный вариант был бы, потому что многих пугает, что вот сразу ввести партийные списки, да. Ну, для того, чтобы не рисковать, например, я не знаю, при усилении парламента, мы можем говорить о том, что нынешние вот там 35 депутатов, ну, скажем, количество этих депутатов может вырасти. Мы все время с вами говорим сейчас о парламенте, о том, каким он должен быть и какие у вас существуют предложения. А существуют ли какие-то предложения вот со стороны президента, потому что там идет разговор, в общем-то, о президенте и парламенте, о таких вот сложных вещах во взаимоотношении. Вообще, какие-то консультации были вот по этому поводу и были ли какие-то предложения со стороны президентской команды? Уже принят закон, вот какие-то изменения процедурного характера относительно порядка внесения изменений и поправок в Конституцию, да. Есть такие предложения сейчас в третьем чтении собираются рассмотреть, и, может быть, они и примут. Но я, насколько могу судить, и это не только я, и многие те, которые присутствуют, в том числе и депутаты, кстати говоря, мы, может быть, сегодня не особенно высоко оцениваем, тем более в свете вчерашних событий в парламенте нынешних депутатов. Но я хотел бы сказать, что далеко не все депутаты там такие, которые, я бы сказал, может быть, случайно или каким-то образом оказались. Там есть вполне нормальные депутаты, вполне честные, порядочные, компетентные. Это вот паспортный вопрос показал, продемонстрировал, что часть депутатов довольно солидно, профессионально, честно, добросовестно служит интересам страны. Мы это видим. Конечно, Конституция – это серьезный документ. Это основа стабильности общества, это основа законодательства и так далее, и так далее. Потому весьма осторожно надо к Конституции подходить. Но превращать ее в Божью коровку или в какую-то мумию тоже нельзя, это тоже опасно. Вот из-за того, что Конституцию мы в свое время не меняли, не вносили эти поправки, теперь уже мы сегодня пожинаем плоды. Жизнь течет очень быстро. И законодатель должен успевать в скорости своего мышления со скоростью течения жизни. Вот что касается третьей главы. Это полномочия законодательной власти, потом исполнительной власти, потом судебной власти, потом местное самоуправление. Вот где как раз требуется обновление, поправки, дополнение, изменение Конституции. И нужно механизм такой создать, чтобы эти изменения нужно в какой-то мере упростить, чтобы эти изменения внести. А как раз осложняется. В свете того, что мне приходилось читать, как раз осложняется. Вот это он, потому мы и как раз и записали. Что приостановить? Когда в Конституции вы какую-то статью, какую-то отдельную статью вы меняете, вы должны иметь, учите весь, всю Конституцию, все здание этой Конституции. А отдельно взятую статью нельзя менять. Если вы меняете, например, скажем, какую-то статью, вы должны знать, вот Конституционного суда нету. А какими полномочиями Конституционный суд будет наделен, мы еще не знаем. А вы меняете какие-то, скажем, отдельно взятые какие-то статьи. Там есть и другие вопросы подобного рода. То есть все предложения, мы предлагаем им, все предложения по всем этим главам должны быть подготовлены. Они расом не будут приниматься. По главам они будут приниматься. И приниматься они будут не на одном заседании, а на нескольких заседаниях. Но сами вот эти предложения, они уже должны быть разработаны и предварительно опробированы. Готовые должны лежать они в парламенте. А потом уже поочередно они будут приниматься в соответствии с регламентом, в соответствии с процедурой. И потому вот мы как раз предлагаем им приостановить сейчас рассмотрение, пока другие необходимые предложения не будут готовы. Скажите, пожалуйста, все-таки я вернусь вот к этому вопросу. А какова реакция вот на ваши эти предложения команды президента? Ну, вы знаете, я бы не сказал бы, что реакция какая-то отрицательная. Пока идет полемика, идет обсуждение, идет диалог. Конечно, есть проблемы, есть трудности. Мы тоже не можем сказать о том, что вот то, что мы предлагаем, скажем, я предлагаю, это истинно последняя инстанция. Здесь должно быть обсуждение более широкого круга. И порой даже торопиться не следует. Нужно очень взвешенно, очень осторожно, взвешенно, но скрупулезно. Специалисты и юристы должны сидеть и думать над всеми этими проблемами с тем, чтобы на самом-то деле не навредить. Мы, Конституции, для чего мы меняем? Чтобы эффективней стала деятельность органов власти управления. Вот для чего, собственно говоря, нам это нужно. Нам нужно совершенствовать саму систему организации. А что значит совершенствовать систему организации структур власти? А это мы должны совершенствовать, сделать эту организацию, государственную организацию, таким образом, чтобы случайный человек ни в парламент, ни в исполнительную власть, ни в судебную власть не попал. Как это, к великому сожалению, сегодня происходит. Происходит, потому что слабо организована наша государственность. Вот о чем должна идти речь. Потому что, как бы мы не совершенствовали систему государственной власти и управления, система сама по себе ничего решать не будет. Решать будет человек, который в этой системе включен. Но этот человек должен соответствовать этой системе. И система должна регламентировать деятельность человека, находящегося в ней. Они вот так взаимосвязаны, эта организация и человек. Вот потому, мы считаем, и здесь больше внимания обратили, мы ушли от, собственно, человеческого фактора. Потому что человеческий фактор, несомненно, он присутствует. Мы от него абстрагироваться, уйти от него никогда мы не сможем. Но очень важно также, сама, еще раз повторяю и подчеркиваю, сама система этой организации. Она, она, если система существует, она отбирает нужных ей людей. Ну, нынешняя система тоже отбирает. Разговор зашел больше как бы в сторону теории. Но невозможно быть частью системы и реформировать. Конечно, должны быть силы извне, которые помогают этому процессу, или направляют, или настаивают на том, чтобы случилось некоторое изменение. Потому что главной движущей силой все же являются не люди во власти, которые являются частью старой системы. Но мы, мне кажется, в обществе поняли, приходит все больше и больше понимания. И мое субъективное мнение, что все же подавляющая часть наших сограждан, даже те, кто поддерживает нынешнюю власть, они чувствуют и понимают, что они поддерживали и этих людей тоже, потому что они предлагали какие-то реформы. То есть, образно выражаясь от высоких материй, систем и так далее, возвращаясь к реальной жизни. То есть, если мы едем на Запорожце, мы можем, конечно, поставить на этот Запорожец мотор от Феррари или от Мерседеса. Но от этого этот Запорожец не станет ни Феррари, ни Мерседесом. Все же мы думаем сейчас... Не, ну, может быть, это такой, конечно, пятиш. Если все-таки удастся такое сделать в Запорожце, я тебе скажу, качественно будет новый автомобиль. Идея понравилась, да. Вот, но если мы хотим действительно эффективно и быстро, да, вот, ехать, мы все же должны думать о том, чтобы сменить транспортное средство. То есть, сейчас все же речь идет о том, что эти поправки, это вот легкая ретушь. И те насущные проблемы, которые озвучиваются, да, перераспределение полномочий, и для того, чтобы мы действительно смогли привести в некое соответствие, для того, чтобы не было крена вот этого совершенно неправильного в сторону, в пользу вот одной должности, да. У нас же все, к сожалению, весь политический процесс сводится к тому, чтобы перевести одного человека, вот, привести его до класть. И вот он на вершине горы сидит, да, и вдруг оказывается, что его главная задача на эту вершину не допустить других. Вместо того, чтобы заниматься тем, чтобы смотреть, что в стране происходит, как нужно сделать там, решать массу проблем. Мы не касались темы, скажем, местного самоуправления, но и в этой части, например, я думаю, скажем, в том же городе Сухом, почему нам не, скажем, первый шар какой-то пробный сделать, сделать так, чтобы эта должность была избрана, конечно. Почему нет? Горожанами. Конечно. Ну, давайте попробуем здесь, в столице, если мы боимся везде это сделать. Многие боятся того, что опять разговор о реформировании уйдет вот куда-то в область обсуждения, завязнет там и таким образом как-то, возможно, растянется на долгие годы. Мы, конечно, тоже на самом деле опасаемся, что такое может произойти, потому что не раз происходило, да, и это вновь может повторяться. Но что от нас зависит? От нас зависит то, что мы взяли на себя инициативу, я тоже сотрудничаю с этими молодыми, взяли на себя инициативу, мы готовы. Вот мы за это денег ни у кого не попросили. По своей инициативе молодые ребята взяли на себя обязательства. Мы взяли, мы работаем над таким проектом, мы хотим подготовить. Уже и в парламенте мы спикера предупредили, сказали, и он с удовлетворением выслушал нашу информацию. Мы видим, что на самом деле в республике, в городе в частности, есть и другие коллективы, вот эти молодые люди, о которых Халхаса здесь уже говорил, они тоже работают вот над таким проектом. Сам факт того, что сегодня по своей инициативе молодые люди стали заниматься вот этой проблемой, мне кажется, здесь и здесь следует искать какую-то перспективу. Потому что комиссия, которая работала, я многих из них знаю, давно не заседала эта комиссия. Она просто где-то как-то значится. А нам нужна такая комиссия, которая ежедневно работает. Ежедневно. Потому что мы там записали так, что парламент должен создать такую комиссию с участием всех ветвей власти, с участием представителей общественности, экспертного сообщества и так далее. И эта комиссия должна работать ежедневно, пока весь пакет предложений не будет подготовлен. Абхазия маленькая страна. Все здесь у нас должна быть, мы должны быть проворными. У нас есть все возможности все делать достаточно быстро, мобильно. Если тем более процесс уже понятно, что очень многие и многие считают, что это перезревшая тема, нужно это делать. И честно говоря, я думаю, что при желании можно такой процесс организовать. И при желании можно подготовить действительно реальные предложения, которые не косметически, а реально будут изменять политический ландшафт и провести реформы политической системы. Упаковать эти все вещи. Опять же, как Олег Нестерович говорил, все это сделать согласно духу и букве нашего законодательства, не уводя это в какие-то неконституционные методы. Если в таком ключе будут приниматься изменения и предлагаемые вашими вами реформы, то досрочные перевыборы, я так понимаю, парламента будут и президента? Если изменения положения Конституции будут в таком ракурсе, в каком мы сейчас предлагаем или вот здесь обсуждаем, да, разговариваем, тогда возникнет вопрос о досрочном выборе нового парламента. Потому что на новом парламенте как раз должен быть избранный президент из числа избранных депутатов. То есть это уже совершенно другой этап развития политической жизни общества. И там возникнет такая проблема. Это, конечно, тоже очень серьезный вопрос. Это однозначного решения пока еще не имеет. Но, во всяком случае, проблема такая есть. И она должна обсуждаться в обществе. И почему мы, кстати говоря, возвращаясь к этой проблеме, хотел бы заметить. Почему мы, например, я в том числе, за то, чтобы президент избирался в парламент. Не для того, чтобы, там, скажем, ограничить его полномочия. А парламент может вообще, собственно говоря, этими полномочиями наделить, какие только парламент захочет. А мы ведь в парламенте, в Верховном Совете избирали Владислава Григорьевича. Ничего не произошло, ничего не случилось. Мы как раз в соответствии с этой конституцией, мы его избрали, конституцию приняли, и ничего особого не произошло. Это раз. И во-вторых, мы вначале как-то говорили, когда президент избирается, вот с такими полномочиями, когда президент избирается, формируя своих сторонников, он параллельно, необходимо, неизбежно формирует своих противников. И сегодня общество наше расколото на две категории лиц. Одни сторонники власти, правительство, руководство, да, а другие противники. Наше общество маленькое, мы должны от этого выходить. Это губительно для нашего общества. Это губительно, ведь в тех условиях, в каких условиях мы сегодня находимся, мы спасались в этих водоворотах истории своим единством, которые сегодня за 10-20 лет мы утратили. Мы от этого должны во что бы то ни стало уходить. Нам нужно уходить от формулы доброго или злого царя-батюшки. Нам нужно обсуждать реформы. Вот идеи, которые помогут нам от этого уйти порочно вокруг. Мы ни одну передачу еще посвятим тем намечающимся реформам, тем предложениям, которые сейчас формируются во многих группах в хорошем смысле этого слова и будут потом представлены на суд уже общественности. Огромное спасибо вам за присутствие, за все то, что вы говорили. Нашим телезрителям я напомню, что у нас сегодня в гостях были директор Центра стратегических исследований при президенте Республики Абхазия Олег Домения и Алхаз Тхагушев, член Общественной палаты. С вами мы прощаемся. Всего доброго. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова